приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва мы с вами очередной раз на днестре прямо возле моста это практически первое место правда платник не получилось у нас найти нормальное место бесплатно потому как все занято рыбаками мы с пол четвертого и до восьми утра искали место можете себе представить все забито и уже с моста ехали увидели здесь место подъехали позвонили и вот пришлось нам ехать на платные на платный вариант итак сегодняшнее видео мы снимаем опять о макушатнике вы знаете о том что у нас есть видео о том как связать макушатник о лайфхаках с макушатником два видео какая макуха эффективна весной какая макуха эффективна летом это все уже мы снимали и вам показывали если не знаете не видели внизу в описании под видео посмотрите все ссылки на эти видео есть и сегодня мы решили снять видео о том какая же насадка и наживка лучше работать с макушатником то есть у нас будет абсолютно одинаковая макуха кукурузная с прошлого видео кто не видел посмотрите мы определили что все-таки кукурузная и клубничная самые эффективные так вот у нас будет сегодня кукурузная макуха вот одинаковые длины поводок будет он и с волосяной останской и без волосяной то есть мы будем использовать горох кукурузу плавающие бойлы опарыш и червь и посмотрим что эффективно если вы не подписались на канал прямо сейчас можно подписаться и нажмите колокольчик чтобы не пропустить очередное видео друзья вот это виталик поздороваемся с ним у нас здесь называется место так и называют под мостом в селе маяки рыбалка нас стоит 200 гривен сутки с берега земля 250 смой с мостом с помостом деревянным помостом считается самое глубокое место в маяках здесь под мостом глубина до 28 метров клюет рыба разная здесь старый мост утопленный здесь много цепов сом короб есть крупная рыба так вот кто умеет ловить тут ловит хорошую рыбу понятно то есть получается что цепах очень много не очень много но есть цепы те кто часто приезжает они же вообще ничего не цепляет не обрывает они уже знают куда бросать как а те кто первые разы приезжаете обрывают те кто вот ну уже он знает допустим приезжал уже десять раз он еще ни одной удочки не оборвал а ну расскажите куда здесь закидывать ну вот вы бросаете смотрите вот нежелательно ровно бросайте немного вверх по течению чтоб оно снесло напротив вас да если вы бросите за течение она понесли дальше становится прям за цепи зацепит сама сама по себе зацепит а так она ровно стоит и если зацепил вот по бровочке у нас она цепляет основном за бровочку и водоросли подошел удочкой цепила не надо тянуть обрывать подошел просто немножко закидывать далеко нет не надо далеко забрасывать метров 15-20 бросайте и хватит и так самое здесь она клюет это получается 2 обрывчик 2 бронка она как раз сама лучше клюет чем дальше бросать этим больше вероятности что попадете на старый мост все понятно спасибо спасибо у нас 5 грузил основной этот опарыш червь макуха кукурузная желейные бойлы кукуруза и горох все вот на этом мы будем ловить да и хочу сказать что длина поводка у нас будет 12 сантиметров три из них будут с волосяной оснасткой едва без 8 нас тут будет опарыш и червь первая поклёвка на горох ну надеется что не будет зацепом лечебная грязь и и и и и и и и Друзья, мы с первым карасиком. Вот таким красавцем, смотрите. И у нас горошина, вы видите? Делаю пучок червя, вот такой. И не забывайте про манку, которая нам нужна для того, чтобы эти черви нормально долетели и не запутались об основной леску. Таким вариантом приклеиваем наш поводок к макухе, чтобы он не запутался за основную леску во время полета оснастки. То же самое делаем и с опарышем. Несколько опарышей цепляем на крючок, оставляем открытым жало и попытаемся на такой вариант тоже что-нибудь поймать. Как стало, металик забрасывать будем не больше там 15-20 метров, поэтому заброс будет плавненький и короткий. Звучит музыка. Друзья, на парыша позарился карасик, видите, кукурузка тоже сработала, смотрите, довольно-таки крупный карасик, хороший такой, на кукурузу, видите. То есть работает волосяная снастка хорошо. Желейный бовел. Видите, желейный бовел, друзья, с запахом гороха. Еще пахнет. Друзья, черный карасик на зеленый бовел. Так, друзья, ранюшечка на сервичка позарилась. Мы ее выкусим. Пустит гулять. Червяк рулит. Ну, красавчик какой-то. Ага. Карасик хорошенький. Это что у нас было? Это был червь, друзья. Она червяк. Видите, червь работает. 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 Семеновик этого года, друзья. Поздравляйте. Пишите в комментариях. Буду рад видеть ваших комментарий. Вот такой вот красавец. Маленький, правда, вы видите, но он покусился на червя. вот такой маленький небольшой я не могу его забрать не могу такие должны вырастать до 5 килограмм и вам себе это тоже сам карасей забирайте проблем нет так попросил меня вам передать дедушка гнестр а вот у таких вот карпиков небольших надо пускать причем как можно быстрее это не тот размер который беда сай очередной карасик на желейный бойл буза вы видите запишем на его счет еще одного карася червя любят не только караси мои бычки вы видите красавица хорошей кали крупнокалиберный такой красавчик на горошек на горошек друзья оставил 4 удилища потому как опарыш я думаю что нужно чтобы он работал с червем вместе то есть я червя прикрепляю опарыша оставил я один вариант на животные насадки насадки получается червь сапарышем желейный бойл горох и кукуруза то есть четыре удилища сделано это из-за того что честно говоря я уже потерял пять грузил чтобы вы понимали пять грузил и мне просто уже осталось поэтому пришлось перейти на четыре то есть цепы такие шоу мама не горюй что друзья червь 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 лучше всего уху сегодня клев классно сказали смотрите как видите желейный бойл то есть нравится нравится но все равно червяк лучше друзья но я тоже кстати работает хорошо неужели музыка елки там давно она молчала вот она кукурузка вот знаете это кукуруза кругленькая такая похожа на на горох но тем не менее это кукуруза есть такое дело карасик друзья на горох друзья у нас очередной карпик поймался и опять-таки на червяк садать маленький грамм 350 400 а хорошо красавица вот такой карасик красивый а красота на червячок друзья червячок карасиков мы наловили кукуруза поршает лакуруза лакуруза зато карасиков мы наловили мелочь Отпустим, этого тоже, этого тоже, и этого тоже, так, какого еще отпустим, вот этого, и вот этого, и вот этого. Вот этих возьмем. Два. Друзья, взяли. Немножко рыбы, специально только, чтобы поесть по семье, все остальное отпустили, хватит нам, и вы, друзья, берите только столько, сколько сможете съесть, договорились? Дедушка Днестр вам это заштет. Итак, друзья, заканчивается наша рыбалка, она была очень продуктивна, сегодня был хороший клев, хорошая погода, вот, и мы прекрасно провели время. Рыбалка была у нас с 8 утра до без 23 дня, в принципе, короткая сессия, но ее было достаточно для того, чтобы определить ту насадку и наживку, которая была эффективна с макушатником. Первое место это был червь, тут не дать не взять, прекрасно он отработал, хотя на него ловились и бычки, и караси, а также его поймали два карпа, ну, которые отпустили, вы сами это видели. Второе и третье место между собой поделили желейные бойлы и горох. На кукурузу клевало хуже, вы это видели, но, по крайней мере, караси на кукурузу попадались. Хочу обратить ваше внимание на эти желейные бойлы, друзья, на то, что они эффективны как на реке, так и на закрытых водоемах, типа прудов, озер и так далее. Они будут приподнимать крючок, так как они плавающие, и рыба будет охота на них клевать, потому что есть запах конкретно гороха, есть запах конкретно кукурузы, и это очень нравится рыбе, особенно большой. Дать вам еще один маленький совет по поводу Днестра, вот особенно сегодняшняя ситуация, когда мы не нашли места, вообще не нашли на Днестре места. С 4 утра до 8 мы искали места и не нашли. И только вот тут, в самые первые места платные, которые возле моста, нам пришлось вот здесь встать и порыбачить. А так, бесплатный Днестр полностью забит. Сегодня, конечно, выходной день, День Конституции Украины, всех я вас поздравляю, друзья, с этим знаменательным днем. Поэтому, если вы собираетесь ехать на рыбалку, имейте в виду, в выходные дни приезжайте как можно раньше или вообще с вечера. Это самый лучший вариант. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а я прощаюсь с вами, до скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.